Музыка Музыка Не часто вам приходится бывать в таком доме, где лечат, восстанавливают, украшают и дают новую жизнь нашим игрушкам. Вот мы говорим, зайку бросила хозяйка и незнайку бросила хозяйка, да, Зоя Михайловна? А вы все это берете и делаете вот из этого бедненького незнайки, и руки у него не ходят, и сам он грязный, чумазый, а вы делаете из него что-то, что-то приемлемое. Самый последний экземпляр, это мой, потому что вот мы долго не могли найти руку, наконец мы ее нашли, в восторге от этого, и поэтому теперь мы его оденем, покрасим, почистим, отмоем. А вы знаете уже, каким он будет? Естественно, ярко-зеленый галстук, рыжая такая, штаны, да, и оранжевый или желтый какую-нибудь рубашку, и естественно синяя шаль, шляпа большая, с огромными полями, чтобы он был задорный, веселый. Вот еще у вас инвалид, я смотрю. Это, это, да, это нам приходилось, во-первых, девочка принесла, у нее и глаза нет, да, мы будем еще реставрировать ей зрачок, потом вот все детали собирать. Оторвали руки-ноги. Не говорите. Разными путями попадают игрушки в это удивительное место. Оно называется Ателье Мальвины, расположено в уютной комнатке на Комсомольской 20, и здесь всегда много детей. Несут своих Матрен и Катюш, мечтают о роскошных нарядах для длинноногих Барби, и всем Зоя Михайловна подскажет, покажет, научит, но главное даже не это. Одно дело, когда учатся девочке иголку в руках держать, и совсем другое, понимают, что выручить куклу из беды, спасти от погибели, значит сделать доброе дело. И еще Зоя Михайловна прививает детворе вкус к украшениям, вкус к манерам, к интересному чтению, к поиску. Мы изучаем историю костюма, мы изучаем декор костюма. Я даже сравниваю, что раз мы так близко жили и мусульмане, и православные, да, то есть некоторые детали костюма мусульман переходили в православные костюмы. Это все смешивается, и когда мы обратим внимание на некоторые исторические костюмы, то эта связь очень четко прослеживается, да. Мы прививаем вкус, да, что никак не может, там, синий бант к свадебному платью, зеленая заколка и прочее, прочее. То есть стиль, вкус, все это должно быть выдержано, и ребенок, начиная вот с куклой работать, он постепенно это усваивает. И потом, естественно, он же применит это в своей жизни. Сама Зоя Михайловна может все. Отреставрировать куклу, сделать ей роскошные волосы, ресницы, изменить осанку, даже туловище другое, если надо, приделает. Кроватку смастерит, балдахин царски придумает, характер особенный придаст. Поэтому нет в коллекции ни одной повторяющейся куклы. У каждой своя изюминка. Зоя Михайловна – большая рукодельница, ее конек – вышивание. Когда вела взрослый кружок, бывало, приходили мамы с детьми, бабушки с внучатами, и чтобы занять детвору, придумывала работу. Кукол им наряжала, рассказывала, как лучше приодеть, украсить любимую игрушку, а потом поняла, надо учить детей любить и беречь кукол, а заодно и гардероб им уметь собрать. Да и вообще, город большой, а помочь кукле-инвалиду некому. Должна же быть для игрушек скорая помощь, а заодно и дом моделей. Вот и врачует со своими девочками всех этих глазастых пластмассовых и трепишных замарашек. Если мы посмотрим на эту маму с ребятишками, то я ее просто на рынке купила за 3 рубля. У одной старушки, которая несла ее в пакете, и торчали из пакета только ноги, и голова была отдельно. Потом я обратила внимание, что туловище совсем не от этой куклы, и голова не от этой куклы. Но в сочетании придумали такой костюм, чтобы не было этого резко видно, и очень хорошая мама у нас такая получилась. У вас тут семейство-то? Да, да. Лелечка в койке сидит, и Ванятка у нас пришел в гости к Леле. Вот как видите, это все старые куклы. Не сживайтесь над куклами, потому что они тоже живые, им тоже больно. Вот так. Они живые, им больно. Их надо холить, лелеять и беречь. Это ведь наше детство, о котором должно остаться самое доброе воспоминание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова